Жилый фонд Жлобина и Жлобинского района зараз 534 домы. На сегодняшний день не приватизованными застаются 6% у квартир, хоть не выключено, что до конца месяца эта резьба сменшится. Сяруты, кто не ожидает набывать жилье в приватную властность. Перв за все одинокие пенсионеры и маломаемые граждане. Меж тем, когда за весь по передний месяц документы на приватизацию на Жлобинске накировали 70 человек, то за первые 10 дней в червяне уже 40. С костом квартир в областном центре местовое жилье не поравнальное. Самая великая сумма, которую необходимо заплатить за двухпакайовую квартиру у Жлобине – 450 миллионов рублей. У вогулих эта сумма залежит от шмата каких-то факторов. Место знаходжения дома, материалы, за которые он побудованы и даже термина подачи заявы. Гады два тому приватизация каштавала у разы тонней. Уся справа у так званом индексе будовничео-монтажных работ. Разница по сравнению с 2013 годом уже в два раза. Потому что индекс в 2013 году где-то был 15 в среднем, а сейчас он уже 32. Индекс на строительно-монтажные работы, который применяется при расчете. У сельской местности аналогичное жилье каштой из вычайной тонней. Причем эта розница вылечается десятками миллионов рублей. Одна из причин – специальные коэффициенты, которые применяются при оценке Кватер. У центра города цену поэлечить на 20-30%. Увесы на дворот снизить приклада на 10%. Сколько будет каштовать неприватизованное жилье, переведенное у категории арендного, докладно по кульневе дома, а летое, что коммунальные платежи у таким разе повеличатся, в видовочном. Разумствуем у грамадян еще есть махчимость отримать кватеры во властную майомость. У опошних дней червеня документы будут приматься до 24 годин. С момента подачи заявления в течение месяца местные органы власти должны принять решение о разрешении приватизации жилья. Еще гражданин дается год на то, чтобы в течение этого времени оплатить первоначальный взнос в размере не менее 10% и нотариально заключить договор и зарегистрировать свое жилье в БТИ, в органах регистрации. С этого момента он становится уже, скажем так, собственником своего жилья. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, Телерадо и компания «Гомель», Жлобинский район.